ДАГЕСТАН 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 И уже до конца этого года должны быть введены в эксплуатацию 25 объектов. Вот вы слышали, как сейчас аплодируют люди? Я обращаюсь к тем, кто это будет обеспечивать. Если это не будет сделано в качественный срок, то эти люди будут сочувствовать вашей карьере. Вы меня понимаете? В зале Дома Дружбы собрались не только депутаты, было и большое количество приглашенных, представляющих практически все слои общества и регионы республики. От глав администрации до рядовых тружеников. Большое внимание в своем послании глава уделил Дербенту, его проблемам, оценил вашу работу. Что вы для себя лично подчеркнули, что увидели нового, какие подходы будете практиковать? Вначале хочу сказать спасибо Владимиру Абдулальевичу, что уделил внимание Дербенту. Мы сделали целую программу, это долгое время, 3-4 миллиарда. Программа уже здесь есть на утверждение. Она полностью расписана, там есть и школы, и садики, и социальные проекты, и новый город, который мы собираемся делать. И восстановление самой части Магала, с Магальцами тоже мы встречались. Но мне приятно, что нас все поддерживают. Когда глава сам поддерживает программу и сам контролирует Дербенту, правильно идет событие или нет. И поддерживает, это для меня большая честь и постараюсь оправдать. Глава в своем послании большое внимание уделил именно региональному развитию, развитию районов, их инфраструктуры. В этой связи, что вы для себя разглядели в послании, какие новые установки заметили? Новые установки это прежде всего то, что большое внимание уделяется социальным объектам. И сегодня в муниципалитетах мы нуждаемся прежде всего в реализации этих объектов. Мы увидели пути, по которым мы должны идти. Ну, сверили те мероприятия, которые у нас в районе проходят, и то видение, которое сегодня в республике имеется. И должен сказать, за прошедший год многое сделано, предстоит еще большее, но мы четко понимаем, в каком направлении двигаться. Какие из тех социальных объектов, о которых шла речь, возводятся на территории вашего района? Да, в частности, сегодня нам не стыдно смотреть в глаза своим жителям, поскольку объекты, которые были заморожены длительное время, 2009-2012 года, сегодня пошли в работу. В частности, больница на 50 коек и 100 посещений поликлиника в день, она в этом году будет продолжена работа, а в следующем году мы ее сдадим. В селении Новые Вихры, где учащиеся в телесмене обучаются, в этом году мы сдадим в июле объект на 420 мест, корпус, и сними проблему. В селении Сакасидейбук, где нет детского сада, вообще не было, это пенсионическое село, в этом году практически мы решим вопрос с детским садом Ясли. Самое главное, что мне понравилось, что оно впервые было послание перед народом, не только перед органами исполнительной и законодательной власти, а перед обществом. 900 человек в зал, полный зал людей, и глава республики сделал до этого самое главное важное ударение. Неоднократно просил, чтобы мы контролировали, поддерживали то, что они делают, чтобы мы на контроле тоже держались, и общественный контроль будет обязательно. Это послание можно охарактеризовать как самое человечное, как по звучанию, так и по значению. Изложена программа действий, в центре внимания, вопросы социальной направленности. В речи главы, обращенной к Дагестану, прозвучало немало шокирующих фактов. Так еще недавно шприцы, которые в среднем стоят 6 рублей, умудрялись закупать для медучреждений республики за 90, в 15 раз выше реальной стоимости. А с 2006 года ни один очередник не получил квартиру из-за республиканского жилищного фонда. Хотя в очереди на получение сейчас числятся более 13 тысяч человек. Поиск путей решения, окопившихся годами проблем. Ключевая задача власти и общества. Общество, которому необходима консолидация и переоценка ценностей. Подробнее о главном политическом событии года. В сюжете поднимат Ханаповы. О проделанном и о том, что предстоит. Доклад Владимира Васильева занял более двух часов. Послание главы Дагестана, так сказать, прошло в формате отчета. Цифры, графика и статистика. Коснулся он практически всех сверхжизнедеятельностей. Особое внимание уделил социальным вопросам. Государственная политика будет ориентироваться на решение насущных проблем человека. Обеспечение его безопасности, занятости, роста доходов. Создание среды комфортной для проживания. Качественного, доступного образования и медицинской помощи. Обо всем по порядку. Своё выступление глава начал с транспортного хозяйства. Говорил о масштабных планах на текущий год. Обновление аэропорта и пригородных поездов. Строительство дороги, мостов. Только обход Хасавюрта и Дербента, по словам Васильева, обойдется в 70 миллиардов рублей. Коснулся и модернизации пассажирских перевозок. Однако, самая волнующая жителей тема повышения цен на проезд осталась без внимания. Получили на некоторые острые даже вопросы, некоторые ответы. В частности, по повышению цен от тарифов на перевозки, пассажирские перевозки по городу, Махачкала, во всяком случае. Он сказал, что мы будем наводить порядок и переходить к современным формам. Но ничего не сказал о повышении цены на проезд. И получается, что все равно мы, граждане, будем платить за это усовершенствование. И все-таки не до конца понятно, что будут эти тысячи индивидуальных перевозчиков, которые сейчас заняты в разных компаниях. Что с ними будет происходить? Здравоохранение. Среди первоочередных задач – снижение смертности и повышение качества медицинских услуг. Это можно делать и делается. Тем более, в системе был наведен порядок. В том числе, раскрыты мошеннические схемы по закупке лекарств. Коснулся глава и выявление коррупционной составляющей в Бюро медико-социальной экспертизы. Так, оказалось, у нас пособие получали более 6 тысяч лжеинвалидов. Это позволило сохранить в бюджете около 700 миллионов. Более 300 из которых направят на обеспечение жильем инвалидов настоящих. Много было слов и о поддержке бизнеса. К бизнесу должно быть отношение, извините за выражение, как священный король. Вот просто это тот, кто нас кормит и поет. Вот так. Так, глава региона пообещал поддерживать предпринимателей, но уточнил, что только добросовестных – те, кто будут платить налоги. И это не полный список вопросов, которых коснулся Василия. Содержательность доклада оценили и эксперты. Информации, которые были в этом послании, она, конечно, много в ней позитивного. В том числе, что он озвучил, что будет корректироваться бюджет, и он будет усилен в социальной направленности. Много у него планов по развитию и здравоохранения, и по развитию социальной инфраструктуры. Минусом я бы сказал все-таки, что обошел он вопросы, связанные с политической системой, и эффективность политики. Очень скользко говорил о качестве управления. Ограничился, значит, тем, что там упомянуло о кадровом конкурсе. Стоит отметить, что на послании присутствовали около тысячи человек, среди которых были известны политики, спортсмены, общественники, журналисты и депутаты. Многие из них отметили сходство установок президента Владимира Путина и главы Дагестана. Прямые параллели можно тут проводить, о чем сам Владимир Абдулевич тоже сказал в своем послании. Несколько раз ссылался и на само послание Владимира Владимира Путина. Проблемам здравоохранения и образования, я большую часть как раз он наделил этой проблеме. Обозначил и проблему невестозавершенного строительства, строительства дорог автомобильных, проблему необходимости повышения заработной платы. Поставлено много задач перед правительством и парламентом. Как заявил Владимир Васильев, срок исполнения всех поручений – 9 месяцев. Именно за такой период люди, то есть мы, рядовые дагестанцы, должны на себе почувствовать все изменения. Послание состоялось, приоритеты обозначены, время работать. Патимат Ханнабова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала, Новости 24. Финансовый аудит бюджета позволил серьезно расширить его возможности. Об этом говорят многие цифры, озвученные в послании главы Дагестана парламенту. Так, строительство махачкалинского коллектора должно было обойтись бюджету более чем в 14 миллиардов рублей. А теперь цена вопроса снизилась более чем в два раза. Цифры говорящие. И специально для итогов недели хитросплетения бюджетной сферы, обретающей ныне прозрачность, прокомментировал первый вице-премьер правительства Дагестана, Гаджимагомед Гусейнов. Гаджимагомед Гаджбутаевич, добрый день. На прошедшей неделе было оглашено послание главы. Ключевой вопрос финансы. Откуда их брать? Как эффективно тратить? Дагестан традиционно высокодотационный регион. Попытки уменьшить зависимость от федеральных субвенций предпринимались, но ощутимого результата нет до сих пор. Как сделать так, чтобы наступил прорыв в этой области? Как изменить эффективно что-то к лучшему? В первую очередь я бы хотел вас поприветствовать у нас здесь в правительстве. В целом народ Республики Дагестан интересуется вопросами, как раз таки связанными с реализацией тех мероприятий, которые были озвучены в послании главы Республики Дагестан. В целом, отвечая на вопрос зависимости республиканского бюджета от дотационной поддержки с федерального бюджета, я вам скажу следующее. Мы не ставим для себя целевую задачу у вас, что бы то ни стало, уйти от поддержки с федерального центра. Наоборот, мы чувствуем поддержку центра. В моем ощущении у нас есть такой же период времени, лет 5, может быть 10, который сейчас совместно мы должны сделать рывок. Рывок в инфраструктурном развитии, рывок в образовании, рывок в медицине, а для всего этого нужны средства. Поэтому у нас задача не то, что заместить федеральные деньги собственными доходами, а наоборот за счет собственных доходов существенно увеличить наши возможности финансовые, чтобы за этот короткий период обеспечить такой прорыв. Вот была нашумевшая информация о том, что были неосвоены и отправлены обратно 10 миллиардов рублей. Ее уже комментировал глава республики. Но я вам хочу задать вопрос как финансисту. Что это за миллиарды и каким образом они вернутся? Во-первых, там, конечно, была отчасти искаженная информация. Действительно, на наших счетах по итогам года осталось 10 миллиардов рублей. Этому есть достаточно много объективных причин. Я буквально несколько изложу. В первую очередь у нас увеличились доходы от планируемых на 3 миллиарда рублей. Вообще, если в целом брать доходы, сравнивая не плановые значения в 2018 году, а 2017 с 2018 годом, у нас в целом увеличились доходы на 6,5 миллиардов рублей по консолидированному бюджету. Если же, возвращаясь к исполнению именно 2018 года, то от плановых назначений у нас на 3 миллиарда увеличились доходы. Итого, получается, из 10 миллиардов у нас обязательства не выполнены на 7 миллиардов рублей. Что это такое? Ну, первое, я вот хочу пойти по крупному, чтобы уже на мелочевке не останется. Первое, крупное, это дороги. По дорогам у нас неосвоение 2,8 миллиардов рублей. А с чем это связано? Это связано с тем, что мы стали пересматривать наши контрактные обязательства. Мы начали, они были, все контракты были, все проектные документы были сформированы, исходя из территориальных расценок, которые уже не действуют. И мы сейчас руководствоваться можем, юридически только можем руководствоваться федеральными расценками. Соответственно, пересчет тех проектов, тех контрактов, он нам дал существенную экономию. Там в целом эта экономия 1,6 миллиардов рублей. То есть имело место завышение, грубо говоря? Я бы не сказал, можно это назвать завышением, но это я сейчас не беру судить, это преднамеренно или не преднамеренно. Просто при проектировании использовались территориальные единичные расценки, они сейчас, а юридически у нас они уже не действуют. Должны быть либо федеральные единичные расценки, и к ним должны быть территориальные уже коэффициенты. Но у нас пока территориальные коэффициенты не разработаны. Поэтому Министерство транспорта приняло решение, на это было обращено внимание тогда еще служба финансового контроля. На основании их предписания Минтранс России произвел пересмотр всех этих контрактов. И соответственно, по всему объему контрактов, это я не скажу по одному году, но по всему этому объему контрактов мы сэкономили порядка 1,6 миллиардов рублей. Но эти деньги пойдут тоже на дороги? Они уже, часть из них уже в этом году пойдут на дороги. Вот даже в том числе, там мы, вот и глава в послании об этом тоже отметила, что, например, там дорога чуть выше уже Хаджалмахо в сторону Лагского района. Вот там участок есть 4 километра, по-моему, может быть чуть больше. Мы как раз таки в том числе и за счет этого источника будем... Полмиллиарда там сэкономили, насколько я знаю. Да, да. Вот. Значит, что еще бы хотел сказать? Потом мы... Еще одна такая серьезная позиция, это 1,6 миллиардов рублей. Это средства, которые мы в конце года получили от инвестора, который зарегистрировался в Дербенте. Соответственно, часть этой НДФ, налог на доходы физических лиц, часть из них прошла в республиканский бюджет, вот ровно 1,6 миллиардов рублей. Следовательно, они приступили в конце года. И у нас эти деньги мы направляем целевым образом на развитие города Дербента. Но только на основании разработанной государственной программы Республики Дагестан. То есть физически потратить их моментально не было возможности? Ну конечно, ну конечно. Но это все же люди, которых немного понимают в финансах, они могут понять, что средства, которые мы получили в конце ноября, там 1,6 миллиардов рублей, их невозможно освоить. Более того, нет, освоить можно, но что-то создать нельзя. То есть разбазарить, украсть, это можно, это не проблема. Люди, которые понимают, что эти деньги должны быть программно-целевым методом израсходов. Мы сейчас принимаем программу развития города Дербента. Эта программа уже в правительстве, вот мы ее просмотрели. Я провел у себя совещание, мы межведомственные все разногласия урегулировали. Сейчас Минэкономразвитие, с учетом уже решений принятых, ее дорабатывают. И программу, значит, мы запускаем в ближайшее время, мы покажем ее и депутатам народного собрания, примем эту программу и уже будем жить именно по этой программе. И мероприятия будут финансироваться, те, которые предусмотрены в этой программе. То есть фактически все эти миллиарды остаются в экономике? Да, абсолютно. Там, даже там часть, которые федеральных денег, которые уходят в федеральный бюджет, они тоже к нам возвращаются. И мы сейчас вот эти 10 миллиардов, вот корректировка у нас планируется уже в этот четверг на народном собрании. В этой корректировке эти 10 миллиардов уже появляются в бюджете. И об этом весь народ Дагестана, он увидит, что на эту сумму мы приросли. Ну, наряду с высокой дотационностью, одной из проблем Дагестана является низкий уровень бюджетной обеспеченности. Отсюда и низкие зарплаты бюджетников, учителей, врачей, ну, в сравнении со среднероссийскими показателями. Как уменьшить этот разрыв между передовыми регионами, столицей и Дагестаном? Какие акценты расставить? Ну, в целом, мы должны, несколько должно быть приоритетных направлений, которыми мы сейчас заняты. Это, в первую очередь, и рост экономики, второе, это, конечно, и увеличение налогов. Но налогов, увеличить налогов не то, что люди иногда рассматривают как увеличение налогов, как какой-то оброк в барщину, но это совершенно не так. В системе, в современной системе налоги, это, в принципе, та цена, которую платят люди, чтобы жить в цивилизованном обществе. Но я всецело понимаю недоверие народа, когда они платят налоги, но ничего взамен не получается. Ничего не улучшается. Да. Но сегодняшние бюджеты, и мы об этом говорили, мы, по крайней мере, все финансовые средства на реализацию, на заметное улучшение ситуации в сфере инфраструктуры, медицинской, в образовании, в социальной сфере в целом, мы на все эти мероприятия предусмотрели деньги, даже более того, вот в бюджете текущего года мы в пять раз увеличили республиканскую адресную инвестиционную программу. У нас такого никогда не было. Это за счет чего? Это в основном за счет, ну и не в последнюю очередь, я бы сказал, не в последнюю очередь, за счет наших налогоплательщиков. Мы закупаем вот эти школьные автобусы, кареты скорой помощи, мы восстанавливаем строительство, у нас там 19 школ мы в этом году запускаем, 20 детских садов, это только мы должны ввести в эксплуатацию. Там три спортивных залов, фельдшерские, акушерские пункты, две-три больницы. То есть на все это, это, конечно, деньги, в том числе и налогоплательщиков. Я же вам сказал, вот 6,5 миллиардов рублей у нас по консолидированному бюджету прирост. И сейчас наша задача и правительства, и народного собрания, и общественников смотреть, чтобы эти деньги мы как раз-таки целевым способом направили, именно на то, что мы предполагали, чтобы эти деньги не были ни в коем случае нецелевым образом освоены. И, конечно, сейчас большая задача именно их построить, те объекты, о которых я сейчас говорю. Это вторая часть важнейшей задачи. То есть первое, найти финансы, а второе, еще их своевременно освоить и построить то, что мы планируем. Я знаю, что вы активно выезжаете на места именно по вопросам реализации инвестиционной программы. Что там на полях вы нашли такого, что может толкнуть экономику вперед? Я не скажу, что все идет гладко. Конечно, люди, как они, как вот в этом фильме, я вот смотрю просто настроение людей и так далее. Но в большинстве случаев эти настроения, как вот в фильме «Человек из бульвара Капуцинова», когда там героиня, она хотела ребенка на следующий день, и когда ей объясняли, что это невозможно, что это киномонтаж, она говорила, нет, не могла понять, почему. Но действительно, наша жизнь – это не киномонтаж. То есть важная составляющая такая фундаментальная – найти деньги. Нашли. Теперь это все построить. Конечно, можно было бы построить в старых вот таких парадигмах, которые говорили, «Ну, ты строй, мы деньги будут, мы ушли от этого». Этим самым, в том числе, тоже и есть проблема неосвоения и прошлое, потому что мы сейчас работаем исключительно в нормативном поле. Но были освощены страшные цифры недостроенных объектов, которых десятки и которые сейчас будут массово достраиваться. Ну да, этих объектов, объем незавершенного строительства у нас на 17 миллиардов. Причем мы столкнулись с проблемой, что деньги были вложены, здание уже там начали строить чуть ли не в 10-м, в 8-м годах, и это уже здание просто нельзя достраивать. У нас… Это грандиозные убытки. Это грандиозные убытки. Это вот, еще раз я говорю, вот в угоду некого, может быть, популизма, много лет назад начинались эти строительства, не имея источников. Вот каждый год закладывали по 5-10 миллионов, а то и меньше. Только для того, чтобы успокоить народ. Вот так далее. Но в конечном итоге мы ничего не получали. А у экономики наносился огромный урон. Вот эти, на эти 17 миллиардов рублей, эти деньги, они не в обороте. То есть они, по сути, просто закопаны сейчас в землю. Но нет, там нет школ, там нет больниц, дети не учатся и так далее. Поэтому, но мы сейчас, то, что мы говорим, мы все обязательства, которые у нас есть, мы их, вот все, что мы принимаем, мы все будем выполнять. Мы в этом видим отчасти и улучшение инвестиционного климата. Более того, я немного даже, может быть, анонсирую, забегаю вперед. Мы полностью рассмотрели объем нашей кредиторской задолженности. И вот если та кредиторская задолженность, которая по нормативным основаниям у нас сформировалась, мы эту кредиторскую задолженность будем в приоритетном порядке закрывать. То есть и тем самым возвращая деньги тоже в экономику. То есть этим подрядчикам, этим тем людям, может быть, малый, средний бизнес, индивидуальный, которые услуги какие-то оказали, но не получили средства из бюджета. И, соответственно, там есть, ну, всякого рода обязательства, которые мы на себя взяли, как государство, но не профинансировали. И по этим обязательствам мы для себя видим как приоритет, чтобы закрыть в ближайшее время эти все обязательства. И я вас уверяю, когда мы будем уже сейчас презентовать бюджет, то мы уже, народ увидит, что мы в этой части тоже уже сделаем заметные шаги. Вы сказали о малом и среднем бизнесе. Как раз я хотел задать такой вопрос. Как, расширяя налогооблагаемую базу, не задавить все-таки бизнес? Потому что у людей есть определенный страх, то, что вот наведение порядком в налоговой сфере как-то обернется против них. Ну, смотрите, на мой взгляд, какие развилки мы должны пройти? Мы должны для себя понять, вот живем ли мы в 20 веке еще и стремимся к 19, или же мы живем в 21 веке и берем все лучшее от тех тенденций, которые существуют и в экономике, и в обществе. Именно хороших тенденций, я еще раз говорю, которые связаны, которые связаны с темпами 21 века. Поэтому, к примеру, и налоги. Ну, найдите, пожалуйста, мне модель такого государства, где не платят налоги, а это государство развитое. Вы можете мне показать на Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Миры. Ну, во-первых, там тоже уже принято решение по увеличению налогов или по включению в систему налогообложения. Вот, поэтому дело в том, что такие экономики, они по сути конъюнктурные, они очень сильно... Сырьевые. Сырьевые, да. Они увязаны именно вот с сырьем. Поэтому в нашем случае мы живем в нормативном поле Российской Федерации, поэтому у нас есть налоговое законодательство, но ему надо следовать и, соответственно, строго выполнять, потому что это требование цивилизованного общества. Плати налоги, но твои налоги это что? Это перераспределение доходов. По-большому, ты заплатил доходы, ты богатый. Ты заплатил доходы, мы его перераспределили и дали бедному. А если же каждый, в том числе бедный, заплатил налоги, то мы ему даем инфраструктуру, детский сад и так далее. Я понимаю, что пока система немного искажена, но мы же стремимся к той системе, которая соответствует цивилизованному обществу. Значит, люди, которые платят налоги, они должны видеть новые дороги, новые школы, новые больницы, квалифицированные учителя и так далее. И вот, отвечая на ваш вопрос, который вы мне совсем недавно задали, а где источник финансирования зарплаты учителей, мы это видим и для нас это приоритет. Но просто сейчас мы можем, конечно, все дополнительные доходы направить только на индексацию заработной платы учителям, но мы должны делать все-таки сбалансированно подходить. Мы увеличили в 2019 году на фонд именно учителей, воспитательниц детского сада, работников в социальной сфере, мы в 2019 году, по сравнению с 2018, увеличили более чем на 4 миллиарда рублей. Зарплата была индексирована там больше 6,5%. И, соответственно, эти же деньги тоже, так или иначе, увеличили фонд оплаты труда. Другое дело, кто-то получил меньше, кто-то получил больше. И у каждого есть разные мнения. Вот был большой запрос и говорили, почему у нас оклады, у учителей там минимальная оклада в 7,5 тысяч рублей, что, соответственно, в школах это перераспределяют, и учителя некоторые получают маленькие зарплаты. Мы по многочисленным просьбам и учителей, и в народном собрании много раз обсуждали, мы увеличили этот порог. То есть, грубо говоря, это защищенный порог, он 7,5 тысяч рублей, мы увеличили его до 11,2 или 11... Ну, до прожиточного минимума. Ну, он не увязан с прожиточным мерем, но мы до этой величины подняли. То есть, это что называется гарантированный оклад. Все остальное это надбавки стимулирующего характера. И здесь мы со своей стороны, вот с текущих сейчас условиях, мы, понимая этот приоритет, выстраиваем такую политику, чтобы там в среднесрочной перспективе, и глава об этом сказал, мы должны, конечно, зарплату учителям повышать. Потому что, ну, нельзя учить детей, там, заработные платы 15-20 тысяч рублей. Мы должны, как и в послании президента Российской Федерации еще от 2012 года, у нас должна быть зарплата, вот, учителей, работников детских садов, социальной сферы, эта зарплата должна быть не менее средней по республике. Вы долгие годы работали в Минфине России, занимались бюджетной политикой по отраслям. Как вам пригодился этот опыт в Дагестане? И вообще, выборка приоритетов при бюджетном распределении, это во многом субъективное дело. Как вот уходить от этого? Как все-таки обозначать те приоритеты, которые будут действительно двигать вперед экономику и республику? Ну, если позвольте, я начну с последнего. Дело в том, что это действительно, как вы сказали, субъективно, и эти решения принимает та команда, которая сейчас управляет вот этим блоком и в целом республикой. Значит, но мы это не делаем самостоятельно. Сейчас мы, конечно, эта работа по большому, вот если кто обращает внимание и пристально следит за работой главы правительства Республики Дагестан, то мы максимально открыты, мы открыты с народным собранием. Мы договорились об интервью в Фейсбуке, это уже обо мне говорилось. Да, да, да. С учетом того, что до этого они знали друг друга. Да, да, ну вот, пожалуйста. И я стараюсь, кстати, многим смотреть, лично я сам смотрю, вот я Инстаграм больше даже не как картинки рассматриваю, я собираю и негативные отзывы о работе правительства, в том числе и в мой адрес, и положительные. Я на основании этого делаю, ну, чувствую такие вот сильные, слабые места, стараюсь их понимать. Вот вы говорите, насколько это, это тоже отчасти субъективно, но ты понимаешь, и ты через свой Инстаграм, ты чувствуешь, что людям нужно, вот что им важно. И мы тогда даем соответствующие предложения, обсуждаем их с главой Республики, он внимательно нас, Владимир Владимирович, вот в этой части слушает. Конечно, мы исходим, в первую очередь, и вся наша работа, она связана с одним основным ключевым показателем, чтобы гражданину Республики Дагестан, чтобы каждому дагестанцу было комфортнее жить. И этому, в принципе, посвящена вся наша работа. А вот уходя от субъективных вот всех этих решений, мы все-таки, мы консолидируем нашу позицию с обществом, вот в рамках и с обществом, и с депутатами, и правительством. Мы консолидируем общую позицию, каким образом? Мы сейчас разрабатываем стратегию на 15 лет вперед. При этом, вот эта стратегия, так называемая стратегия 2035. Туда вовлечены, кстати, все. Мы, если вы видели, мы и в медийном пространстве запускали ролики, приглашали дагестанцев. Кстати, очень много дагестанцев откликнулось, и я хотел бы им тоже отдельное спасибо сказать. Сейчас мы работаем, как раз вот вчера, позавчера проходили работу уже с экспертами из Москвы, и наши эксперты из числа общественников власти, там и депутаты народного собрания, и органы исполнительной власти, из научной среды. То есть, вот четыре категории людей, наука, общественники, власть и эксперты, они, значит, эти группы, они по каждому вопросу рассматривают и их приоритетят. И речь идет о поощрении гражданской инициативы, об этом тоже шла речь. Но для нас это очень важно. А мы же это все делаем для людей. А мы поэтому, и в первую очередь, мы же не можем, не спросив у дагестанца, что ему в первую очередь нужно, и делать это не считаясь его мнением. Мы понимаем, какая есть проблема, мы видим эти детские сады. Но разве может быть ребенок, может даже просто получать эстетическое какое-то развитие, если он заходит вот в эту школу с этой штукатуркой, которая ему посыпется, по сути, на голову. И мы понимаем, но единственное, у нас нет возможности за один год это все сделать. Столько обращать, воду плохую пьет. Вот нам еще говорят, а почему вы там, вот бюджет, все-таки не бюджет развития и так далее. Да пока о каком развитии пока можно говорить, пока когда у нас люди воду пьют, что называется, по сути, из лужи. В 21 веке. Поэтому, естественно, мы 1,7 миллиардов рублей, никогда такого не было, вот по поручению главы, мы 1,7 миллиардов рублей уже в 2019 году заложили на эту проблему, из собственных денег, мы не дожидаясь даже федеральных, все, что вот как вы говорите, мы не отказываемся от федеральных, пусть еще в 4 раза придут больше, и мы их всех направим на воду, и решим эту проблему. Вот сейчас все приходят и говорят, ну помогите, помогите. Ну вот все равно закроем эту проблему. Глава это однозначно в своем послании сказал. Мы пока не решим эту проблему, вот эти 1,7 миллиардов рублей, не меньше, мы будем ежегодно предусматривать, пока не закроем проблему с водой. То же самое со школами, то же самое с больницами, то же самое с каретами скорой помощи. Естественно, и в экономику. В экономике я же экономически курирую. Я понимаю, все проблемы, основная проблема у нас, по сути, нет сейчас в республике кредитных институтов. У нас сейчас меняются и, скажем так, представители бизнеса. Есть люди, которые, и я вижу, которые стараются, которые начинают, видят уже какой есть спрос, они ощущают, особенно в туризме, они видят этот поток. Они занимают, но им, вот сейчас мы стоим перед развилкой, либо они пойдут эволюционным путем, ну вот что-то собрали, там эти копеечки, там что-то сделали, ну поставили один образом, два туалета и какую-то кухонку, там начали пирожки жарить. И, ну я немного утрирую, да, ну вы понимаете. Потом в следующем году еще что-то собрали, вот там что-то еще, беседочку. Ну или же мы все-таки понимаем, что эти люди действительно ответственные бизнесмены, которые развивают территорию, то есть созидатели. Почему им не помочь сразу? И вот мы сейчас думаем над теми институтами, которые могут предложить им заемные средства, чтобы они не ждали вот таким эволюционным путем, не через 5-10 лет у них только появилась уже такая красивая туристическая база, вот эти срубы и так далее. Чтобы не ждать 10 лет, чтобы дать им 2-3 года и дать им ресурсы, чтобы они могли реализовать все свои мечты. Таких предпринимателей очень много. И сейчас этим предпринимателям, таким честным, открытым, которые готовы и налоги платить, они же это понимают, что эти тоже налоги людям. Если мы у нас сейчас, мы уберем воровство с распределения бюджетных средств, соответственно, люди тоже нам поверят. И мы сейчас как раз-таки этим занимаемся. Вот смотрите, мы сейчас все деньги, которые мы получаем с налоговых дополнительных поступлений, мы все сразу же в полном объеме возвращаем людям. И вы по бюджету, вот если кто следит внимательно за финансовым, они это видят. Они видят, что мы на эту сумму прирастаем в расходах, и эти деньги идут именно на самые приоритетные мероприятия. Нету ни одних пока непонятных статей в расходах. Все четко и транспарентно. В первую очередь, это социальная инфраструктура, которую пока мы видим в приоритете, которую нужно восстанавливать. То есть важно именно определить те перспективные направления, которые нужно поддерживать, и которые дадут результат уже в ближайшее время. Потому что мы недавно были на Слуакском каньоне, и, конечно, инфраструктура оставляет желать лучшего. И в Дубках поблизости, куда приезжают туристы, где смотровая площадка, там многие здания, как после бомбежки. И, конечно, туда нужны вложения. Ну, я ровно про это и говорю. И когда мы говорим про ресурсы, мы должны еще понимать, в части этих налогов, которые потом идут на создание этой инфраструктуры, мы должны понимать, что многие же вообще ее не платили налоги. То есть очень важно, вот у нас наша задача сейчас даже не сколько там просто прийти и линейно собирать со всех налогов. Основная задача сейчас нас, наша задача, это в том, что мы создали равные условия для всех участников рынка. То есть один платит, и другой, чтобы все платили. Потом, ну, вот мы же сейчас приняли последнее законодательство. У нас там 220 тысяч объектов, у нас вообще не платили налог на имущество. Они не были, у них по них не было ни инвентаризационной оценки, ни кадастровой оценки не было. Следовательно, они вообще были вне поля налогооблагаемой базы. Соответственно, мы их ввели сейчас законом, мы обязали все объекты, чтобы они перешли на кадастровую оценку, и мы должны получить дополнительный доход. То есть это то, что остается в городах, в муниципалитетах. А это как раз таки и есть... То есть непосредственно приближено к людям. Абсолютно верно. Ну вот прозвучала мысль в послании о том, что важно очень, чтобы честно работать было еще и выгодно. Достижимая эта задача в ближайшее время. Вы знаете, можно сказать, что я могу тоже вот сейчас прослыть таким идеалистом и сказать, что все это, что называется, утопия. Но я в это верю. Я верю. Вот все, что сказал Владимир Владимирович лично, я в это верю. Иначе бы меня здесь не было. Вот есть же примеры. Есть примеры Сингапура. Когда просто руководство приняло, по сути, такое первое решение. Либо живем по-старому, либо живем по-новому. И как раз Сингапур тому пример. Одна из развитейших экономик в мире. Успешные российские регионы тоже есть. Есть успешные и российские регионы, где именно вот такой созидательный путь в конечном итоге дает намного больше благ. Вот если мы будем смотреть не себе под нос, а на 5-10 лет и так далее, и наша честная работа, она в конечном итоге нам даст больше. И собственных доходов, как и республики, так и каждому человеку тоже. Потому что нельзя жить в городе, и нельзя воспитывать детей в городе, если же они учатся в таких ужасных условиях. Ну и понятно, да, и нужно и платить налоги, и требовать от власти, чтобы эти налоги шли именно, опять-таки, возвращались людям в форме этой всей инфраструктуры. Это люди должны требовать через общественников, через депутатов и так далее. Поэтому вот сейчас наша важная мысль, которую вот и Владимир Владимирович прозвучал в его послании, это должна быть консолидация общества, чтобы мы все объединились ради одной большой идеи. В нее кто-то может не верить, но лично команда Владимировича, вот мы в нее верим. Я знаю, что большинство людей, которые вот наших дагестанцев, они тоже в нее верят. Если кто еще до сих пор не поверил, те тоже еще поверят. Мы должны за пять лет, вот как президент Российской Федерации обозначил нам 20-24 годы национальный проект, вот нам пять лет он дал всей России, всей губернаторам, чтобы мы привели в порядок каждую свою землю. И от нашей вот этой активности, в хорошем смысле пассионарности, будет зависеть от того, где мы будем через пять лет. Для отечества сделано недостаточно, если не сделано все, сказал один революционер. Спасибо вам за интервью, успехов вам, будем работать, будем верить. Спасибо большое. Побывать в Венеции местного разлива оказалось очень просто. Некоторым дагестанцам даже не нужно выходить для этого из дома. Однако жителей микрорайона Дусаа в Махачкале такая романтика совсем не привлекает. Жить по колено в воде никто не хочет. Люди строят деревянные переправы, засыпают фундаменты, но, увы, все тщетно. Вода пробирается повсюду. Что за напасть одолевает пригород столицы, узнавала Хадижа Курбанова. Не пройти, не проехать. Поселок в Махачкале удивительным образом превратился в необитаемый остров. Только красоты здесь не видать. Да и местные жители на это не подписывались. Махачкала, 21 век. Микрорайон Дусааф утопает в воде. Хоть бери и удочки, пускай прямо из дома, иронизируют местные жители. И все было бы смешно, если б не было так печально. Вода пробирается всюду и приносит массу неудобств. Уже третий год, вот, вода идет, и никто не знает, откуда идет эта вода. Водоканал должен, наверное, задать, откуда идет вода. Вот, к примеру, стоит мой дом вот здесь. Я не могу туда зайти. Туда дорога открывается только в июле месяце. До июля месяца мне надо ждать, вот, ходить через соседние участки. Подвал, полный воды. Когда кончится, непонятно. Когда вода там на улице кончится, тогда подвал тоже высыхает. Если даже выкачат, все равно бесполезно. Пока вода на улице, она все равно будет просачиваться. Проблеме уже не первый год сетуют люди. Как-то приспособились, прокладывают деревянные тропинки. Дома засыпают вокруг песком, чтобы сырости не было. И это не самое страшное. В холодные дни ветер сбивают с ног. Идти по трапам невозможно. Был даже случай, когда школьники падали в воду. В резиновых сапогах. Вот, выходим на новый город, вот, где секционный сектор, видите. Там переобуваемся. Оставляем в пакетах нашу обувь там, где попало. И идем на работу. Также и дети, и в садик, и в школу. Вот так вот добираются все. Кто может, на руках отводят. Кто может, у кого как получается. Местные жители предполагают, все проблемы начались после многоэтажек в новом городе. Перед их возведением землю подняли и трубы, по которым проходила вода, засыпали. Теперь в микрорайоне застой. По этому вопросу они обращались в различные инстанции. Писали письма. Горводоканал, госжилинспекцию, администрацию города. Кроме обещаний разобраться в ситуации, других ответов не было. Обратились и мы в ЖКХ. Там из-за чего это все сложилось? Из-за того, что на данном территории отсутствуют водоотводные каналы и все остальное. В свое время хаотичная застройка привела к тому, что все существующие раньше дренажные каналы, водоотводные каналы, они все засыпаны. На месте у них уже построено много домов. Конечно, система сама не справляется. В воде некуда идти. То, что у нас по склону сверху вниз идет, с Акушинского микрорайона, микрорайона Учхоз, это всей воде некуда уходить. В ЖКХ уверены, проблема имеет глубокий корень. Все дело в том, что дома застраивались не как это положено в цивилизованных местах, а как придется. Застройщики не продумали ни канализацию, ни инфраструктуру. Сейчас все коммунальные вопросы приходится решать вдогонку. И весь этот букет проблем требует основательного подхода и немалых вложений, которых в администрации города не всегда хватает. Если есть средства, четко поставить можно задачу, четко можно поставить сроки выполнения этих работ. Я думаю, там огромный микрорайон. Я думаю, если у нас в этом году план работы там будет утвержден, и объем финансирования хотя бы со следующего года будет какой-то выделен, думаю, за несколько лет там можно навести порядок. Но за один год построить столько систем – это невозможно. Руслан Юсубдибиров откровенен. Для решения проблемы требуется много времени. Но работа идет. А пока жители микрорайона вынуждены держаться на плаву. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Строящиеся многоэтажки в Махачкале проверят на наличие документов. Работа будет проводиться по поручению главы города. Так некоторые домовладения уже попали в поле зрения властей. В двух районах столицы сотрудники администрации провели рейды. Выяснилось, что у владельцев строящегося дома на проспекте Акушинского нет разрешения на строительство. Сейчас стройка приостановлена. На объекте по улице Ирчика-Зака ситуация схожая. На участке возведены сразу несколько многоквартирных домов. И все с нарушениями. Данные строения отклонились от указанного проекта. И сотрудниками управления был собран материал и передан правовое управление. Стоит отметить, что организация рейда была связана с жалобами жителей домов, прилегающих стройкам. По их словам, пыль и шум от строек доставляли значительный дискомфорт. Застройщик же никак не реагировал на просьбы соседей и не желал идти на компромисс. Я неоднократно обращалась и говорила, что здесь просто творится беспредел. Никто не реагировал. Честно говоря, пользуясь случаем, хочу большую благодарность объявить Салману Дадаеву. Просто выразить свою признательность. И архитектору города. Я знаю, что это новая команда. Если вы так начнете работать, может быть, есть надежда, что в городе будет порядок. Почему растут цены на баранину? Тема повышения стоимости мяса была в эти дни в числе самых обсуждаемых. Не обошел от этого вопрос вниманием и глава Дагестана. В своем ежегодном послании Народному собранию Владимир Васильев связал рост цен с увеличением объемов экспорта. Сегодня средняя стоимость килограмма баранины составляет 450 рублей. Это на 100 рублей дороже, чем было раньше. Однако не все эксперты связывают это с поставками за рубеж. Мы наблюдаем, что с января по май каждый год такой рост цены есть. Но в этом году, конечно же, немножко превысило. Но есть определенная норма повышения цены. Скажем, повышается ли цена более 15-20% в течение какого периода происходит. Повышение цены есть, но такое значительное повышение только в рынке номер 2, в городе Махачкала. Но там определенный сговор есть. Этим занимается управление, федеральное управление, тема на полной службе. В ходе семинара совещания, которое прошло в Аграрном университете, обсудили и вопросы экспорта сельхозпродукции в целом. Специалисты Росельхознадзора отчитались о проделанной работе. Так, только за прошлый год аграрии получили хороший доход, более чем в 20 раз превышающий показатели предыдущего года. Работа в этом направлении будет продолжена. За прошлый год было экспортировано у нас порядка более 4 тысяч тонн баранины. Это порядка 230-250 тысяч голов мелкого рогатого скота. Дело в том, что экспорт не может влиять на повышение цены. Наоборот, он стимулирует возможность развития сельского хозяйства для большего выращивания поголовья. В Каспийске медсестра и участковый врач поликлиники занимались хищением наркопрепаратов. Сотрудниками полиции на рабочем месте с поличным задержана старшая медицинская сестра, которая использовала ампулы морфина не по назначению. Кому медработница по-доброму оказывала недобрую услугу, смотрите в следующем сюжете. С медицинской точностью и заботой в кабинете больницы медсестра вкалывает пациенту наркотик. Он не болеет, в морфине не нуждается, он просто знакомый женщины. А у нее сильнодействующего лекарства хоть отбавляй. Вот и решила поделиться. Только никто из них не ожидал появления полицейских. Я ее попросил, я говорю, да, вот смотрите, здесь эти флакончики стоят. Дело в том, что печень, это все, несколько дней мероприятия были различные, и поэтому попросил прокапать. Мужчина подошел к своему организму с заботой. Как бы парадоксально это ни звучало. Морфин очищен от примесей и вызывает минимум побочных эффектов. Именно поэтому он предпочел его, а не другие наркосмеси. А вот медсестра совсем не по-медицински, в ущерб здоровью пациента. Активно содействовала его пагубной привычке. Выписанные для онкобольных медикаменты женщина сбывала не по назначению. Я очень сожалею, что она это сделала. Я взяла больную онкологическую. То есть, если я правильно понимаю, они были выписаны онкологического больного, да? Да. И в последующем вам использовались? Да. В чем вы раскаиваетесь? Да, очень. Ампулы небрежно валяются в урнах. Такое, в принципе, недопустимо. Препарат по правилам хранится исключительно в сейфах и выдается под конкретных больных. Но здесь о правилах не думают. Как ни странно, наркоманом оказался респектабельный 47-летний руководитель одного из ТСЖ города Каспийска. По факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Хадижа Курбанова при содействии Министерства внутренних дел Республики Дагестан. В то время как одни медики нарушают клятву Гиппократа, другие являются примером уверенности долгу. Врач не просто профессия, это призвание и образ жизни. Махачкале в профсоюзе работников здравоохранения в рамках акции «Герои среди нас» отметили медиков, которые в сложной ситуации не растерялись и оказали первую помощь. О том, какими качествами необходимо обладать, чтобы спасать жизни людей, расскажет Карина Баталова. Трезвый рассудок и горячее сердце – именно это помогло, по словам наших героев, им в сложной ситуации. Один из недавних примеров – история главврача Цумадинской больницы, спасшего женщину на борту самолета, рейса «Москва-Махачкала». Дагестанка потеряла сознание, пульс не прощупывался, давала о себе знать недавно проведенная операция на сердце. Я говорю, что с аптечкой есть. Они принесли аптечку, когда там не такая медная аптечка, но там нашел кардианин. Она, как возбуждение в хатеринском центре, сделала членку подберегающих мест, я говорю, кислород принесли, принесли кислород. И они говорят, потом я говорю, дайте мне 10-15 лет, пока сердце же еще не займет. Пилоты хотели экстренно посадить самолет, но Дибирасулая взял на себя ответственность и оказал помощь больной до прилета в Дагестан. Здесь уже ждала карета скорой. Сейчас женщина в удовлетворительном состоянии, находится под наблюдением у врачей. Дибирасулая Хайру Анан Магомедович. Три года назад Раисат и ее отец оказались в эпицентре взрыва у Джамикенского поста. Девушка училась в тот период на первом курсе фельдшерского отделения. Совсем юная, новичок в медицине, несмотря на ранения, ожоги лица и кистей рук, она пыталась самостоятельно оттащить отца подальше от бушующего огня. У него моментально сгорели брови, волосы, лицо сразу проиграло такой багровый оттенок. Если честно, я его не узнала. Она с машины вытащила и тащит меня. Машина горит. У меня 100 килограмм. Я говорю, Райка, оставь меня, убегай. Сейчас газовый баллон взорвется. Нет, дочка плачет, тащит, тащит за руки меня. Отцу пришлось ампутировать ногу. Несмотря на это, он старается забыть о том страшном дне, все больше вспоминая хорошее, радуясь каждому дню. А помогает в этом маленький внук Ибрагим, имя которому дали в честь травматолога медсанчасти МВД, спасшему вторую ногу отцу Райсат. Он также удостаивается почетной грамоты. У доктора должно быть горячее сердце, холодные руки и светлая голова. И все будет у нас хорошо. Следующим врачом, удостоившимся почетной грамоты, стал врач-анестезиолог и аниматолог Абдула Абдулаев. Благодарные пациенты написали письмо и просили отметить скромного, талантливого доктора. Отметим, награждение проходило в рамках проекта «Герои среди нас», инициированного профсоюзом работников здравоохранения Дагестана. Любой желающий может поделиться информацией о медицинских работниках, которые заслуживают народное признание. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, новости 24, Махачкала. И вернемся к главной теме недели – посланию главы Дагестана Народному собранию Республики. Во главе угла – качество жизни людей и проблемы конкретного гражданина. Каков главный посыл послания главы Республики, попытался осмыслить мой коллега Ханжан Курбанов в своей авторской ремарке. Смотрите ее сразу после нашей программы. И это главное, чем запомнил нас на этой неделе. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова